МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа Дом культуры, в которой я, Марк Подробинник, пытаюсь рассказывать вам о старинных усадьбах, а получается про историю нашего государства. И по поводу героини нашего сегодняшнего выпуска хотелось бы сказать. Мы с вами интеллигентные люди, друзья, а потому воздержимся от инсинуаций, о предприятии бытового обслуживания, именуемого в народе прачечной. Но так или иначе, сегодня мы исследуем историю особняка, в котором сейчас располагается Министерство культуры Российской Федерации по адресу Малый Гнездяковский переулок, дом 7-6 в Москве. Спойлер, прачечной здесь никогда не было. Хотя исключить, что кто-то из сотрудников хоть раз не удержался и не ответил так по телефону, конечно же, нельзя. Однако устремимся вглубь веков. Не очень глубоко, всего лишь в середину 18 века. Участок, на котором вот-вот будут заложены первые камни нашего дома, принадлежит оберсенатору Семену Матвеевичу Казьмину, числившемуся на тяговой земле Новгородской сотни, то есть занимавшемуся вопросами налогов на территории города Новгорода-Северского под Черниговом. Он продает землю купцу Третьей гильдии Андрею Дмитриевичу Кондикову, который и отстраивает здесь двухэтажный дом. После смерти Кондикова владение переходит к его брату, а вскоре дом приобретает генерал-майор Михаил Орлов. Между прочим, внебрачный сын генерал-аншефа и сенатского обер-прокурора Федора Орлова, одного из братьев, ставших знаменитыми при Екатерине Второй. Сам Михаил Федорович, к слову, был флигель-адъютантом императора Александра I. Близким знакомцем Пушкина отметился храбростью в войне с Наполеоном. Именно он составил условия капитуляции Парижа. Стал известным общественным деятелем либерального направления. Выступал за отмену крепостничества, суд присяжных и свободы печати. Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительство, совершенствуясь, постепенно выдворят вечный и всеобщий мир. Вольнодумство традиционно обернулось опалой. Михаил Федорович близко общался с декабристами, и хотя участия в подготовке вооруженного восстания 1925 года не принимал, а тем временам хватило. Был обвинен к причастности к событиям и на полгода посажен в Петропавловку. Из тюрьмы его возволяет брат, царский любимец Алексей Федорович Орлов. Однако от службы Михаил теперь отставлен, и ближайшие почти шесть лет проведет в деревне Милятино, Калужской губернии, под надзором полиции. Что же до нашей усадьбы, то спустя несколько десятилетий после этих драматических событий, в 1880 году ее владельцем становится купец первой гильдии Георгий Мартынович Леонозов. Он же Георг Леоносян, знаменитейший промышленник, меценат, общественный и политический деятель. Его семья владела нефтяными промыслами на Каспии, а сам он получил монополию на поставки черной икры, в том числе в Европу. Между прочим, как раз благодаря ему этот русский деликатес приобрел всемирную известность. Отметим, что больше самой усадьбы Леонозова интересует земля, на которой она построена. Уже в те времена было понятно, что окрестности Тверской будут только дорожать, что, собственно, и происходит до сих пор. Так или иначе, спустя два года после покупки Георгий Мартынович приглашает архитектора Ивана Павловича Харадинова, который сносит все лишние строения, оставляя только главный флигель, которому пристраивает два крыла. Фасад тоже меняется, украшается в стиле модной в те времена классицизированной эклектики с псевдоколонами и лестницей с липными орнаментами. Особняк окружается кованой чугунной оградой, но по-прежнему остается невысоким. Всего в два этажа. Подрастет он немного позже, можно сказать, уже в другом мире. А пока усадьба впервые сталкивается, выразимся высокопарно, со своей судьбой. Быть в общем смысле домом культуры. Встреча-то не судьбоносная и большого исторического значения не имеет. Но если сегодня мы ретроспективно посмотрим на историю особняка, то увидим, что он словно сам выбирает себе призвание и притягивает людей, способных его реализовать. В такой парадигме та встреча вполне укладывается в высокую историческую логику. А дело вот в чем. У Георгия Мартыновича был сын Степан. Как и папа, большой российский промышленник, меценат, политический деятель. Между прочим, один из крупнейших нефтяных магнатов Российской империи начала 20 века. Но при этом Степан Георгиевич был большим любителем нового искусства. И вот он учреждает фирму под названием «Биохром» и вместе с Федором Шаляпиным и Марией Андреевой намеревается снимать фильмы. Шаляпин в разъяснении их не нуждается, а вот по поводу Андреевой позволим себе небольшое лирическое отступление. Когда ей было 15, Илья Репин нарисовал с нее Донну Анну для иллюстрации к каменному гостю Пушкина. Пройдет совсем немного времени, и Маша Андреева станет легендарной красоткой и знаменитой актрисой. Она дебютирует в Московском художественном театре в качестве партнерши Станиславского. И в следующие 7 лет еще не раз с ним сыграет. Так же, как и с остальными легендарными участниками труппы раннего МХТ. Такими, например, как Василий Иванович Качалов, который, и вот опять ощущение, что история нам подмигивает, станет прадедом нынешнего министра культуры Российской Федерации, которая сейчас находится в этом здании в своем кабинете на втором этаже. А Марию Андрееву Антон Павлович Чехов познакомит с Максимом Горьким, с которым она и проживет в гражданском браке целых 17 лет. Ей еще предстоит стать пламенной революционеркой, собирать деньги для партии большевиков и получить за это от Ленина партийную кличку «Товарищ Феномен». А пока, и мы возвращаемся к непосредственной истории нашей усадьбы, с подачи очарованного синематографом Горького, Андреева планирует на деньги Степана Леонозова построить киноиндустрию в России. Вот что она сообщает Горькому. Дело, как видишь, затеяно большое. Если оно удастся, целая периферия окраинных синематографов, да и не только в Москве, а во многих местах, обеспечена. Увы, не удалось. Ну, то есть поначалу, да, они даже построили собственную кинофабрику. В Петровском парке был сооружен специальный стеклянный павильон, и там было снято несколько картин, мелодрамы детективов. Вот некоторые названия. «Без исхода», «Бог мести», «Вечная сказка жизни». Что из этого мелодрама, что детектив, попробуйте угадать сами. Но в 1917 году павильон сгорает. Съемки прекращаются, тучи сгущаются, вот-вот разразится революция, и вскоре Степан Леонозов уезжает из России. Сначала в Финлядию, где он возглавит отдел финансов в антибольшевистской армии генерала Юденича, а потом во Францию, где он и скончается в 1951 году. Интересен тот факт, что, несмотря на абсолютную непримиримость Леонозова к большевикам, советская власть не стала вымарывать его имя из истории, как в подобных случаях бывало почти всегда. Таким образом, мы все с вами знаем и район, и поселок, и парк культуры, и заводы электромеханические и колбасные, и молочный комбинат, названные по фамилии владельцев этой усадьбы. Особняк, обозначив свой интерес к синематографу, продолжал собирать вокруг себя причастных. Правда, второй блин тоже оказался комом. За несколько месяцев до революции усадьбу арендует некий Жак Чебрарио де Годен, представитель кинокомпании «Трансатлантик». И вот уже при советской власти 24 июня 1918 года московский кинокомитет заключает с ним концессионный договор на закупку и доставку из Америки в РСФСР кинематографического оборудования. Поручителем выступает дипломатическая служба Соединенных Штатов, а сумма выделенных средств составляет 17 миллионов рублей золотом. Эта история войдет в аналы под названием «Афера Чебрарио». Взяв 220 тысяч аванса, он выехал из России и больше о нем не слышали. Остальные миллионы к тому времени были переведены за границу и тоже испарились. В истории кино с тех пор расхищения бюджетов было немало, но этот случай представляется едва ли не самым ярким. Московский кинокомитет получил по шапке за потерю бдительности и надолго лишился господдержки. За делом следил лично Ульянов Ленин, а английская BBC даже выпустила игровую кинокартину по мотивам этой истории под названием «Спасибо, товарищи». В том же 18-м году особняк занимает кинофотоотдел Народного комиссариата просвещения, а в 1925-м здесь размещается Всероссийское фотокинематографическое акционерное общество «Совкино». Кино, как мы с вами помним, было важнейшим из искусств, поэтому деньги на него не жалели. Автор цитаты, кстати, здесь бывал, еще в 19-м году заезжал почитать свои директивы о том, каким должно быть советское кино. А в 1925-м здание решено перестроить, для чего приглашается архитектор Евгений Брокман. Он пристраивает к дому еще два этажа, добавляет изящный актик с барельефом и, собственно, в таком виде особняк и доходит до наших дней. Отдельно отметим барельеф. Звезда, рабочий с опущенным молотом, на фоне киноаппарата, а по сторонам извивается кинопленка. Но, по всей видимости, пролетарская муза овладела художником не полностью. В сюжете видится даже что-то такое библейское. Если смотреть отсюда, кажется, будто полуголый мужчина на фоне вифлеемской звезды убивает молотом двух змей. Досадное недоразумение или снова вольнодумство точно уже не скажешь. Но Евгений Брокман известен также и тем, что был архитектором строящегося чуть позже Мосфильма. По модному тогда конструктивистскому проекту главный корпус киностудии напоминал самолет, который, о ужас, носом указывал прямо на Кремль. Говорят, такой поворот сошел за дерзость. В 1931-м году Брокмана обвинили во вредительстве и контрреволюции, и на всякий случай расстреляли. Что касается барельефа, то он, конечно же, символизирует, что при советской власти кинематография принадлежит рабочим, а не интеллигенции. И это находило подтверждение в реальности. В 1946-м году в особняке размещается свежеучрежденное Министерство кинематографии СССР. И первый министр Иван Григорьевич Большаков в прошлом был станочником Тульского оружейного завода. Рассказывают, даже слово кинематография, как ни старался, но выговорить не мог. Получалась кимография. Этот же Большаков, к слову, вошел в литературу. Однажды Самуил Яковлевич Маршак, тщетно прождав его приемной несколько часов, ушел, оставив на прощание записку. У вас, товарищ Большаков, не так уж много Маршаков. Усадьба на протяжении всего 20-го и начала 21-го века остается цитаделью советского и российского киноискусства. А в 2008-м сюда въезжает Министерство культуры. Дом по-прежнему притягивает к себе, можно даже сказать, в себя, кино и все, что его окружает. Ну и напоследок, если вас все-таки не отпускает животрепещущий вопрос об анекдотической связи Минкульта и прачечной, история эта связана с другим домом на Старом Арбате, где в 70-х располагалось Министерство, а до того, в числе прочего, действительно была прачечная. И те слова, ставшие выражаясь современным языком мемом, были якобы произнесены одним из сотрудников Минкульта, смертельно уставшим от постоянных звонков на пока еще не перерегистрированный номер бывшей прачечной. С вами был Марк Подробинник из Дома Леонозовых. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok